Всем привет! Вы на канале MyPredSplanet. И я продолжаю этот эксперимент по попытке получения оплодотворённой матки в виде неопонеро-велоса. У меня живёт пара таких маток, фармикарий, панеринг, аус, мини. У них есть достаточно крупные личинки и вообще очень много расплода. И вот, примерно 6 дней назад, матка начала окукливать личинок. Вернее, одна из двух маток под номером один. Этот процесс достаточно интересен. Личинки, да и сами муравьи крупные. Это очень хорошо видно. Личинка выделяет некую нить, очень тонкую, которая быстро застывает на воздухе. Если приглядеться, её можно увидеть. Матка же обкладывает личинку в субстрат, тем самым создавая будущую форму кокона. То есть, личинка, так сказать, будет закопана под субстратом, а сам кокон будет сформирован из частичек этого субстрата. Лишнее же матка потом уберёт. Так делают многие муравьи, обкладывая личинку субстратом, песком или же вообще просто мусором. Кстати, как видите, пара личинок достаточно крупные, практически размером с матку. Они точно больше сантиметра. Поэтому питаются они очень хорошо, и одних знахарей не хватает. Поэтому я разнообразил рацион этой матки мучняком и тараканами. Итак, спустя ночь я обнаружил целых два кокона. Я не застал момент, когда матка начала обкладывать вторую личинку. Но на утро уже было два кокона. Как видите, они достаточно крупные. Они ещё достаточно прозрачные и шевелятся. То есть, внутри личинки ещё продолжают его плести. Тем не менее, спустя примерно две недели уже будет понятно, кто будет внутри кокона. Это можно будет определить по его форме. Рабочий, матка или же смс внутри кокона. На этом всё. Всем пока. Вы были на канале MyBitsPlanet.